Дорогие друзья, сегодня я вам хочу рассказать про розмарин. Если до сих пор вы не приобрели это прекрасное растение, самое время это сделать, потому что он подходит абсолютно всем. Его свойства были известны еще с древних времен. Студенты в Древней Греции, перед тем, как сдать экзамен, клали себе веточку розмарина в волосы, потому что розмарин содержит кислоту, которая способствует деятельности мозга. Вообще розмарин считается растением долгожительным. И вы можете употреблять в пищу, например, сделать из него ароматное масло, положив веточку в масло, или ароматную соль. Вы можете также готовить с ним очень прекрасное с ним блюдо из мяса, рыбы, и самая прекрасная пара – это розмарин и картофель. Его можно использовать в сухом виде, если вы высушите и просто снимете все иголочки. А можно в живом, настоящем, ну как сказать, можно в свежем. Еще вы можете приготовить из него ароматную воду. Ароматную воду можно использовать в косметических целях, например, как тоник. Можно добавлять в ванну, когда вы принимаете ванну. Можно полоскать волосы. Он укрепляет кожу и делает ее красивой и молодой. Но это еще не все. Помимо всего прочего, он обладает антибактериальным эффектом, поэтому этой водой вы можете разбрызгивать в помещении и также носить с собой. Хоть розмарин и переводится как морская свежесть или морская роса, у него энергия солнца. Поэтому он подходит для людей, которые рождены под знаком лев. Но и это еще не все. Потому что во многих странах из розмарина делали живую изгородь. И считается, что розмарин оберегает дом от воровства и от злых людей, завистливых. Поэтому это прекрасное растение. Употребляйте его. Пейте из него чай, пейте из него римонад, добавляйте его в еду. И вы будете всегда счастливы, молоды, бодры и прекрасны.